доброго времени суток сегодня у нас на обзоре моя новинка такой вот интересный мальчик от брендовой фирмы сейчас я расскажу все подробности вот такая вот интересная статуэтка но потихонечку буду рассказывать и потихоньку будем мы рассказывать чем ее цели ну исполнение как вы видите чисто тоже вот немецкой почему если кто видел да вот эти вот у меня статуэтки то есть это точная копия на юный баре 19 века если никак не определились все-таки с фирмы по этому бренду не похоже чем немецкое исполнение ну вот ведь тоже в чума схожесть да тоже такие постельные тона такие не такие яркие такие броски как у французов вот саму клейму я еще фото постараюсь вот видите ну это номер там серия партия это маркировка гэш гэшуц гэзетлих на немецком или если сокращенно на бывает шла гэсгетч известны то есть это охраняется законом это немецкой как бы лицензионная марка не свои начали маркировать брендовые изделия которые очень тоже масса подделывались это маркировка шла с девятнадцатого века и до конца великой отечественной войны вот этот вот самый значок высота статуэтки 24 сантиметра как вы видите вот так вот он смотрится видите на фоне статуэток 20 сантиметровых и здесь статуэтки уже 29 сантиметров сама статуэтка небольшая не маленькая как вы видите да то есть вполне достойный размер ну естественно не определенный стиль потому что она не такая броская то есть чисто такое немецкое исполнение качественное прописанное достаточно смотрите детали вот рубашка складки брюки тона такие сам мальчик вот на что обратить внимание явно что вот германия да уже наверное времен и рейха потому что прославление посмотрите голубые глаза у мальчика белые волосы щеки то есть какие черты лица это просто как вы знаете пропаганда шла там в двадцатые тридцатые годы арийской расы ну посмотрите здесь полностью череп как бы до голубые глаза белые волосы то есть я думаю тут никаких вопросов не должно возникать что даже сам весь стиль мальчик спортсмен любили они вот вот это вот этот как боже навряд ли прошел потому что если темные глаза коричневые волосы то уже возможно не аресту и знаете какой они нации не любили то есть я считаю достойный вполне даже коллекционный экземпляр ну состояние тоже такой коллекционных без как я вижу не восстановление насколько я вижу да если кто-то может опять что-то какие-то за подозрит недочеты может нам написать не так на глаз ничего не вижу я считаю что он в отличном состоянии вот такой вот сегодня мальчик у нас интересный кстати по новинкам тоже я ожидаю новинки скоро в различном ценовом диапазоне тоже статуэтки можно сказать от 19 века до уже чуть ли двухтысячных годов ну почему до двухтысячных годов потому что кто-то хочет приобрести статуэтку недорогую но красиво сейчас такие статуэтки есть на предложение просто они скажем так не имеет исторической ценности но вполне для декора такие винтажные вещицы очень даже интересные но это вы подпишитесь и сможете наблюдать за новинками если кто уже подписан я думаю люди могут знать что у меня различные стили и направления вот видите допустим из фильтра я специально поставил тоже немецкий мальчик сделан да посмотрите какой он весь в потине уже краска даже слезает вот видите видно уже сам металл то есть мне нравится разные стили и направление если это вещи сделал действительно достойно интересно очень тоже так германия вот что там бисквит но так предметы декора винтажа и антиквариата стараюсь чтобы у нас он постоянно ассортимент обновлялся если вам понравилось то ставьте лайки подписывайтесь как я говорю вы сможете быть в курсе новинок ну и а я в свою очередь постараюсь чтобы предметы бы в были все более и интереснее разнообразнее ассортимент увеличивался расширялся вот то что мне самому это очень интересно ну и естественно в широком ценовом диапазоне что-то где-то может быть недорогое получится взять ну и реально коллекционные уже предметы которые даже мне тяжело приобрести чисто даже по финансам потому что предметы коллекционные по-настоящему да они очень всегда прилично стоят но их реальный коллекционный предмет в чем их еще обычная ценность она там идет тематическая она идет историческая потом их выпускалась там макой определенной ограниченной серии ну и когда она находится у истинного коллекционера ну допустим даже у нее есть там коммерческая ценовая может тысячу две-три тысячи долларов но но и за 10 не будет продавать потому что он знает что ну купить ее довольно таки уже тяжело вот в этом и есть уже ценность настоящего коллекционного там фарфора до любого предмета то есть сколько их всего уже в колить количестве просто-напросто осталось в мире можно ли допустим взять какую-то или схожую вещь у допустим условно говоря продали продались там эти статуэтки осматривал могу ли что-то похожее взять или лучше или уже этого предмета просто-напросто нигде не найти то есть я постараюсь находить покупать и показывать предметы которые реально будут иметь ценность коллекционную историческую но это уже пожелаем чтобы наши желания не расходились наши возможностями а вам спасибо за просмотр спасибо за лайки до новых встреч всего вам доброго до свидания а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!